Милосердие Когда речь заходит о милосердии, кажется, что и говорить. Всё и так понятно. Совершай добрые дела, будь искренним и добрым, вот тебе и милосердие. На самом деле, милосердие — великая добродетель, способная изменить самого закоренелого грешника. По словам святых отцов, в последние времена милосердие станет единственным духовным деланием, угодным Богу. Среди святых, прославившихся особой заботой о бедных, больше всех известен и почитаем патриарх Александрийский Иоанн, прозванный Милостивым. Все свои средства он тратил на помощь нуждающимся, сам оставаясь в крайней бедности. Как-то раз один знатный житель Александрии подарил ему дорогое одеяло, прося его использовать подарок для себя. За послушание ночью святой покрылся этим одеялом, а потом стал размышлять, что мог бы такую дорогую вещь продать и помочь многим нуждающимся. Еле дождавшись утра, он послал послушников на рынок, чтобы поскорее продать это дорогое одеяло, а вырученные деньги раздать нищим. Подаривший увидел свое одеяло на рынке, снова его купил и снова принес святому Иоанну. Но того так мучила совесть, что он будет спать вот под этим теплым дорогим одеялом, пока другие будут прозябать в холоде и голоде, что уже вечером отправил продавать его снова на рынок, а деньги снова раздал бедным. Когда подаривший принес одеяло ему в третий раз, святой Иоанн сказал, «Я всегда буду продавать эту дорогую ненужную мне вещь и увидим, кто из нас первый перестанет делать свое». Чтобы научиться деятельному христианскую милосердию, можно выполнять несколько несложных правил. Когда у вас просят милостыню, подавайте, хотя и немного, но с любовью. Не требуется ведь отдавать все, что у вас есть. Подавайте хоть чуть-чуть, ущемляя себя и в малом, но только без раздражения на человека, не отмахиваясь от него, как от назойливой мухи, а искренне желая ему добра. Старайтесь помогать тем людям, скудость которых вам известна достоверно, через родственников, знакомых, сотрудников. Не осуждайте нищих, которые просят на пропитание, но, как вам кажется, способны были бы и сами работать, или якобы употребят вашу милость не на добро. Каждый сам за себя ответит. Вообще, никого не осуждайте. Помните, что Господь заповедовал нам всех любить, осуждать грех, а грешника жалеть. Никогда не подавайте милостыню из желания похвалы. Раньше вообще в старину на Руси был такой обычай. У ворот дома делали специальный желоб, чтобы через него подавать странника милостыню, не видя просящего. Это делалось, чтобы не рассуждая подавать всякому, кто постучит и просит о милостыне. И повода соответствия для гордыни тоже никакого не иметь. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин